Если в ближайшее время ничего не изменится, то сезон у ФК Тюмень во втором дивизионе де-факто закончен. Лишение аж 12 очков ставит крест на любых турнирных задачах. Полную тоску команды мастеров освещает разве что луч дубля. Резервисты завершили сезон регионального первенства страны на пятом месте. В эпилоге чемпионата третьего дивизиона группы Урал и Западная Сибирь Тюмень-Дубль выдала серию из шести матчей без поражений. Последним штрихом стал приезд на геолог магнитогорского Металлурга. Победа над сибиряками даровала бы крепкой команде шансы на статус вице-чемпиона. Но банду Евгения Маслова планы соперника на Драгметалл волновали мало. У нас стабилизировался состав, начали в конце уже подпускать. И третий год посмотреть на будущее. За то, что состав стабилизировался, игра тоже улучшилась. Но не хватает почему-то, может не рационально используем стилы, но в принципе функционально, я думаю, ребята готовы. Резервисты доминировали в первом тайме. Размагнитить Металлург удалось с помощью двух голов. Сначала пенальти заработал Владислав Башинский. С точки точен был лучший бомбардир в умении дубля Олег Долголев. Следом расторопнее всех в чужой штрафной оказался Марк Аквазба. Один из главных открытий этого сезона. Сезон был длинный, иногда не попадал в заявку, но в конце состав более-менее был один и тот же, с ребятами сыгрались. И в конце пошла игра, начал забивать. Дубль это для того, чтобы ты прогрессировал, чтобы играл, показывал себя и развивался. Говоря о прогрессе дубля, нельзя не отметить Кирилла Сероева. Он не просто получил шансы тренерского штаба, но и классно им воспользовался. Сероев проявил универсализм, одинаково хорошо отыграв на разных флангах обороны, а также в роли центр-дефа и опорника. Работал на тренировках, доказывал. Игру получил травму. Пошел на замену, можно сказать, почти с первых минут. Воспользовался шансом, закрепился в составе. Все, прибавил выносливости. Раньше не хватало ее. Сейчас, ну, почти хватает на 90 минут. Во втором тайме Тюмень-Дубль произвел ряд замен. Стройная защита чуть потеряла лад. Да и магнитка лелея мечту о медалях добавила газу. Металлург сумел сравнять счет, распечатав таки ворота надежного кипера Камиля Аюпова. Но в концовке резервисты благодаря мощным контратакам вполне могли вырывать очередную победу. Не повезло. 2-2. Тюмень-Дубль заканчивает чемпионат на пятом месте. С рекордными для себя 40 очками в активе. На своем месте, я думаю, где-то не добрали, где-то, может, не то взяли. Ну, со всеми мы играли, со всеми взяли очки. У лидеров, кроме Аши, конечно, а со остальным там поделили. Хорошо все там провели, со всеми лидерами поборолись. Только вот Аши два раза вступили, можно сказать, без шансов. Так все хорошо, набрали рекордное количество очков, 40 очков. Евгений Маслов выделять лучших в составе Тюмени-Дубля не спешит. Все же факторы молодости еще смогут дать о себе знать. Но некоторые из резервистов даже следующей весной не испортили бы погоду в основе ФК Тюмень. В ПФЛ у которого из-за долговой истории могут возникнуть проблемы с заявкой. Выделять не буду, для молодых это очень важно. Есть люди, которые порадовали, скажем так, даже, может, даже для меня, не всегда, я одноделся. Есть такие, 2-3 человека, скажу. Но есть такие, которые очень разочаровали. Поэтому тоже мы сейчас будем садиться с тренерами, с начальникой команды, с Лебедевым, обсуждать эти моменты. Потому что люди до конца не понимают, что дубль – это переходная фаза между детским и профессиональным футболом. Так-то хочу попасть, что играешь в футбол, зарабатывай деньги, в свое удовольствие играешь. Хорошая работа, почему нет? Работа, хобби, да. Чемпионом третьей лиги на Урале и в Западной Сибири вновь стал Металлург из Аши. Тобольский Тобол закончил чемпионат на шестой позиции. Парни из Тюменского дубля продолжат сезон, проводя решающие матчи региональных первенств по своим возрастам. Например, 2002 год сохраняет шансы на золото.